Всем привет! Вы на канале Verbo Nails. Сегодня у меня будет снова хроника. Вам понравился такой формат, я решила его продолжить. То есть у нас будет несколько маникюров на одном клиенте. Так что, если вам интересно посмотреть, как ногти носятся, оставайтесь со мной. Будет интересно. Это новая клиентка, которая пришла ко мне от другого мастера. Здесь гель-лак, которому 4 недели, блестки, покрытие хорошо относилось, у меня никаких нареканий нет. У клиентки просто потрясающая модельная форма ногтей. Это особенно видно, когда выпиливаешь форму четкий квадрат. Именно таким был запрос. Клиентка очень просила сделать именно четкий красивый квадрат, так как до этого ей делали только миндальную форму. Она даже не подозревала, что у нее могут быть такие красивые ногти. Так как у нас хроника, я опущу все подготовительные этапы. Оставила только снятие, чтобы показать, что ногти в хорошем состоянии. Здесь я убираю пыль, обезжириваю ногтевую пластину, наношу бескислотный праймер. И затем тонко втираю базовый слой, просушившую в лампе 30 секунд. Сегодня первым дизайном у нас будет френч. И под камуфлирующие базы я всегда наношу тонкую прозрачную подложку. И, кстати, сегодня во всех дизайнах у меня будут присутствовать камуфлирующие базы от Black. Это новый белорусский бренд. Да-да, именно белорусский бренд. Первый раз я взяла на пробу именно из-за вот этого оттенка сакура. Он очень такой необычно персиковый. После него я взяла несколько оттенков тоже камуфлирующих баз. И хочу сказать, мне очень понравились базы по качеству и стойкости. И они, кстати, на длинных ногтях абсолютно не дают усадки. Да и вообще, материал себя очень хорошо зарекомендовал. Клиенты вернулись. Я тестировала материал буквально, наверное, месяца два. И все пришли в хорошем состоянии без сколов, трещин или отслойов. В френч у нас будет встык. Поэтому камуфлирующую базу наношу с некоторым удлинением. Оставляю свободный край пустым. Который потом заполняю плотным белым гель-лаком. Обязательно плотным. Чтобы материал лег в один тонкий слой и хорошо просох в лампе. Поэтому протестируйте обязательно свой белый гель-лак на эти характеристики. Когда рисую френч, обязательно переворачиваю ручку пальчиками от себя. Чтобы посмотреть на усики, которые должны быть симметричными и ровными. Френч рисую на каждом ноготке по отдельности. И просушиваю в лампе по 30 секунд тоже по отдельности. Дизайн перекрываю топом с легким выравниванием. Чтобы скрыть ступеньку между камуфляжем и линией улыбочкой. Если такова имеется. И смотрим, что же у нас получилось в итоге. Согласитесь, очень необычный оттенок камуфляжа. Он такой яркий, сочный. Реально ради него покупала фирму Black. Собственно и не пожалела. Вот так выглядят ногти через месяц. Кальянка ко мне вернулась с ногтями в хорошем состоянии. Есть небольшая слойка на больших пальчиках. Там скручиваются уголки. Но в принципе клиентка сказала, что у нее это постоянная проблема. Поэтому этот маникюр не стал исключением. Я думаю, здесь ситуация еще усугубилась тем, что я делала френч стык. И тонкий базовый слой здесь не поспособствовал тому, чтобы покрытие выносилось дольше. Поэтому все-таки, наверное, стоит делать подложку немного толще. Сейчас я, в принципе, так и делаю. Но этот маникюр мы делали 3 месяца назад. Тогда я еще делала слишком тонкий слой базы. И уже поняла, что так делать не нужно. Поэтому исправляюсь на своих ошибках. Дальше все стандартно. Снятие маникюр. Я опущу этот этап. И приступлю сразу к покрытию. На подготовленные ноготи наношу тонкий базовый слой. У меня каучуковая база Уна. И мне снова попадается клиентка, у которой есть боковой анихолизис. В предыдущем маникюре я тоже не акцентировала на этом внимании. Но здесь вот на среднем пальчике и на большом ноготке на этой руке есть небольшая отслойка. Пока оставляю все как есть. Так как клиентка сказала, что скорее всего ей перепилили боковые стенки. Так как у нее побаливала кутикула, боковые валики после предыдущего маникюра у того мастера. Что ж, пока оставим как есть. Тщательно будем следить за состоянием этих ногтей. А я приступаю к дизайну. Наношу приятный такой приглушенный фиолетовый оттенок у кутикулы. Распределяю его по ногти. Растягиваю цвет. Так как вы наверняка уже догадались, будем делать молочный градиент. Тоненькой кисточкой аккуратно прохожусь у кутикулы, чтобы цвет был там максимально ровный. Просушиваю в лампе 30 секунд. Добавляю немного блестяшек, тоже сделав растяжку, где возле кутикулы концентрирую блестяшки побольше. И немножко растягиваю их плавно, сводя на нет к свободному краю. Также просушиваю в лампе 30 секунд. А затем наношу выравнивающий слой. У меня здесь снова база black, но уже в молочном оттенке. Тоже очень понравилась. Приятная консистенция. Хорошо само выравнивается. После просушки в лампе немного отдает в желтизну, но при остывании покрытие ноготки снова становится беленькие. Так как блестяшки и дизайн получился под выравнивающим слоем молочной базы, топом дополнительно выравнивать не нужно, поэтому просто аккуратненько промазываю топом и сушу в лампе. И так очень необычный дизайн получился, особенно в сочетании с таким приглушенно-фиолетовым. Немного морочноватым, но тем не менее дизайн интересный. Хотя подписчики в инстаграм написали, что ногти как будто отдавили, но самой клиентке понравилось. Она хотела именно приглушенный оттенок, поэтому хорошо их относила. А вот такими ручки вернулись через месяц. База black тоже хорошо себя повела. Никаких проблем. Единственная небольшая отслойка на большом пальце. Но если вы заметили, в предыдущий раз тоже на этом же месте была отслойка. Поэтому предполагаю, что у клиентки именно такая специфика этого ногтя. Он скручивается. Плюс нагрузка, видимо, на этой руке на него больше. Поэтому он склонен к отслойке именно с этого угла. Итак, немного убираю длину. Ровно настолько, насколько они отросли за месяц. Сравниваю с соседними, чтобы они получились одинаковые. Подравниваю форму, снимаю старое покрытие. Снимаю старый материал до тонкой прозрачной подложки из базы. Здесь важно помнить, что дизайн у кутикулы я наносила на тонкую подложку под выравнивающий слой. Именно там нам нужно очень аккуратно двигаться фрезой, чтобы не совершить пробью. Так как там материал очень тонкий. Видео сегодня про дизайн, поэтому сразу перехожу к этапу покрытия. Ноготки подготовленные, зашлифованные. У нас убрана кутикула. Сейчас я их обезжириваю и наношу бескислотный праймер. Как помните из второй части видео, на этой руке у клиентки есть небольшой анихолизис на среднем и большом пальчике. На большом пальчике он немножко лучше выглядит. С одной стороны он отрос. Мы снова зафиксировали себе на фото, чтобы легко было отлить динамику. Поэтому делаем покрытие как обычно. Еще я приобрела себе кое-какие средства для работы с анихолизисами. Которые помогают стимулировать рост ногтя. Поэтому на этой клиентке попробую и потом расскажу вам, будет ли динамика и вообще как изменение. Но учитывая, что у клиентки даже без дополнительного стимулирования есть динамика, ноготки отрастают. Это не может не радовать. Поэтому с радостью покрываем. Хотя знаю, что многие написали бы, что не нужно покрывать. Но все-таки мы решили рискнуть и не оставлять клиентку без красивых ноготков. И сегодня у меня в работе тоже база от Black. Камуфлирующая в оттенке фриз. Потрясающий холодно-сиренево-розовый такой оттенок. И в общем я не могла его просто пропустить. И вот это второй оттенок, из-за которого я эту фирму вообще решила попробовать. Так как у нас будут в дизайне сегодня частично ногти с цветным покрытием, частично с камуфлирующей базой. Я решила использовать ее полностью на всех ногтях. Поэтому покрываю ногти камуфлирующей базой. А некоторые ноготки мы просто потом перекроем цветным гель-лаком. В этом маникюре у меня будет супер яркая фуксия от Руости. Наношу в два тонких слоя сразу на два ногтя одной руки. Просушу в лампе 30 секунд. А затем уже второй слой аккуратно прокрашиваю сначала кисточкой из флакона. А затем довожу линию у кутикулы боковых валиков при помощи тонкой кисти. Цветные ноготки у нас уже готовы, поэтому я сразу перекрываю их матовым топом. У меня от Рок Нейл и он с липким слоем. Наношу, кстати, тоже сразу его на два ногтя. И аккуратно тонкой кисточкой промазываю у кутикулы, чтобы наверняка убедиться, что топ туда лег. И у нас не будет никаких проплешин, блестящих, глянцевых ноготок. Получится полностью матовый. Снимаю дисперсионный слой. И сегодня дизайн у нас будет при помощи слайдеров. Вот таких красивущих. Я хоть и мастер рисующий, но не смогла устоять от этих слайдеров. Они потрясающие. Очень качественно выполнены. Кроме того, это действительно экономит время. И дизайн получается необычными. Я считаю, что очень здорово, что мастера развивают и пропагандируют направление экспресс-дизайнов простых, максимально быстрых и несложных. К этому весеннему флористическому дизайну мы добавили буквы. Это тоже слайдер. Наношу аккуратно праймер по контуру слайдера, чтобы растворить эту клеевую основу. Буквально капельку. Жду пару секунд, когда он выветрится. И перекрываю топом. У меня уже проверенный топ от Cosmake номер 620. Он каучуковый. Хорошо держит любые слайдеры, птирки и вообще какие-то дизайны, которые внутри. Но если у вас нет густого топа, то рекомендую все-таки закреплять слайдер двумя слоями база топа, либо двумя слоями топа. В конце любого маникюра всегда подпиливаю торцы. Будь это гель-лак, гель, неважно. Обязательно делаю четкую форму именно в конце процедуры. От пыли протираю ручки влажными салфетками и они готовы. Вот наш конечный результат. Просто нереально красивущий маникюр. Я очень довольна. Клиентка пищала от восторга. Я еще дополнительно довольна от того, что маникюр получилось сделать быстро благодаря слайдерам. Ну а я жду ваших комментариев под видео, как вам эта хроника оставлять эту рубрику, когда на одном клиенте выполняется несколько маникюров. Не забывайте нажать на кнопочку подписаться, колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Спасибо всем, кто поддерживает мой канал, нажимая пальчики вверх. Мне всегда очень приятно. А на сегодня у меня все. Всем красивых маникюров и до скорых встреч. Пока-пока.